Эрик Фредерик Трамп, младший сын Дональда Трампа от брака с Иваной Трамп, в девичестве Зельничковой, появившейся на свет 6 января 1984 года. За перспективного американского бизнесмена чешская спортсменка, красавица и, предположительно, комсомолка вышла в 1977 году. До Трампа лыжница побывала замужем за австрийским коллегой Альфредом Винкельмайером. У Эрика есть старший брат, Дональд Трамп, младший, и старшая сестра Иванка Трамп. В отличие от первенцев, в детстве свободно владевших языком чешских бабушки и дедушки, младший сын лыжницы имеет о западнославянском наречии поверхностное представление. К рождению Эрика первые тести тещи Дональда Трампа, инженер Милош и работница обувной фабрики Мария, бегло разговаривали по-английски. В 1990 году мальчик пережил два печальных события, в январе родители затеяли бракоразводный процесс, поскольку на рождественских каникулах мать застала отца с любовницей, а в октябре в возрасте 63 лет скоропостижно скончался чешский дедушка. Юридически семья Дональда и Ивана прекратила существование в 1992 году. В дальнейшем у Эрика появились младшие единокровные брат и сестра. В октябре 1993 года родилась Тиффани Ариана, а через два месяца Дональд Трамп взял в жены ее мать, актрису и модель Марло Мейплс. В марте 2006 года в третьем браке отца родился Барон Трамп. Мать Эрика также после развода дважды заключала брак. Однако детей у Иваны больше не родилось. По словам Эрика, в отрочестве он косил газоны, укладывал плитку и выполнял другие хозяйственные работы в имении отца. Подросток задумывался о разных профессиях, но в старшей школе, когда Дональд Трамп стал брать его на деловые переговоры, решил присоединиться к семейному бизнесу. В 2002 году юноша окончил Хилл Скул, а затем получал высшее образование в сфере финансов и менеджмента в Джордстаунском университете. Карьера Эрика развивается внутри отцовской корпорации Трамп Организейшн, в которой также работают его старшие брат и сестра. Младший сын Дональда Ивана достиг должности исполнительного директора по развитию и поглощениям, а когда родители избрали президентом США, возглавил семейный бизнес. Также Эрик был судьей в реалити-шоу отца на канале NBC «Ученик». В России адаптация телевизионного бизнес-конкурса называлась «Кандидат» и выходила на канале ТНТ. В 2006 году Эрик основал Эрик Трамп Фаундейшн, благотворительную организацию, собиравшую деньги для детской больницы святого Джуда в Тенниси. В 2016 году лечебное учреждение сообщило, что всего фонд перевел ему 16,3 миллиона долларов, однако в июне 2017 года Форбс доложил, что не все собранные средства дошли до больных детей. Около 1,2 миллиона долларов осело в бизнесе Трампов. На эти деньги семья предпринимателей якобы построила поле для гольфа. В 2020 году в ходе борьбы отца за переизбрание Эрик неоднократно выступал со спорными заявлениями, приводил сомнительные аргументы и не гнушался ложью. В частности, средний сын Дональда Трампа заявил, что демократы пролоббировали карантинные ограничения, чтобы не допустить предвыборных митингов действовавшего президента. В сентябре 2020 года Эрик распространил фальшивые видео, на котором Джо Байден обвинялся в использовании телесуфлера. Через два месяца бизнесмен опубликовал не более правдивый ролик, в котором бюллетени с голосами за Трампа сжигались. В 2010 году за защитная организация «Люди за этичное отношение к животным» ПИТА, обвинили Эрика и Дональда Трампа, младшего в браконьерстве в Зимбабве. Жертвами сафари братьев стали слоны и леопарды. Генеральный директор управления парков и дикой природы африканской страны опроверг незаконность действий братьев. С поддержкой сыновей выступил и Дональд Трамп. Что касается личной жизни, в ноябре 2014 года Эрик женился на продюсере Ларе Юнаске, с которой встречался 6 лет. Жена на год и три месяца старше мужчины. 12 сентября 2017 года пара праздновала рождение сына Эрика Люка Трампа. Через два года у первенца Эрика и Лары родилась сестра, которую родители назвали Каролина Дороти. Кров с семьей делят два собаки породы эстонская гонча. Предвыборные баталии спровоцировали неожиданный каменкаут среднего сына Дональда Трампа. В сентябре 2020 года Эрик, пытаясь убедить избирателей в поддержке отца ЛГБТ-сообществом Америки, сообщил, что не только уважает геев, но и принадлежит к ним. Уже на следующий день мужчина заверял американцев в стопроцентной гетеросексуальности, подтверждаемой многолетним счастливым браком. В июле 2022 года в семье Эрика случилось горе, умерла его мать. Женщину нашли в ее доме, причиной смерти стал несчастный случай, Трамп упал. Субтитры создавал DimaTorzok